По инициативе общественной палаты за стол переговоров сели представители региональных министерств образования и науки, здравоохранения, представители Суворовского училища, депутаты ССО, родительского комитета и Минобороны РФ. На повестке дня массовое заболевание суворовцев и хинококоза. 26 курсантов – точное число заразившихся, но оно может увеличиться. Лечение воспитанников полностью оплатят Министерство обороны. Есть специальная схема, согласно которой после определенного срока лечения проводятся дополнительные исследования. Так же продолжается. Минимальный срок – от трех месяцев, ну и дальше, как ответить организм. Исходы, вот на данном этапе мы можем говорить об исходах как благополучных, потому что мы успели поймать развитие этой болезни на самом начальном этапе. Эпидемиологическое расследование продолжается, как и обследование суворовцев. Плачено уже 470 детей. Осталось нам завтра посмотреть. Опять же, в выездном режиме на базе Суворовского училища будут осмотрены оставшиеся 40 детей. То есть всего 510 детей. В отношении персонала взрослого, могу сказать, что было выявлено один подозрительный с изменениями. Ну а сегодня он полностью обследован в Центральной городской клинической больнице. У него изменения, связанные с возрастом. То есть это возрастные изменения. Классический источник заразы – больные животные, немытые овощи, фрукты, мясо и даже вода. Каждая из версий рассматривается. В качестве основной пока не называется ни одна из них. Но в социальных сетях люди склоняются к продуктам питания. Тревогу забили родители ульяновских школьников. Питанием курсантов до 15 декабря прошлого года занимался торговый дом СПП. Компания поставляет продукты питания и в школы, и в детские сады, и учреждения здравоохранения. Все начали сомневаться. Поэтому мы просим, вчера мы это уже сказали, даже требуем, чтобы в кратчайшее время Минздрав совместно с Министерством обороны предоставил нам заказательное собрание, точную дорожную карту, если необходимо, безусловно, общественную палату, вот этого информационного сопровождения проекта по раздействительной работе. Информативность обеспечат, но в проверках необходимости нет, пояснил Анатолий Лазарев. Когда нам говорят, что мы сейчас не считаем важным обследовать других детей, а когда мы будем считать это важным? Когда нам опять будут звонить во все колокола. Уже звонят в гимназии номер 33. Ученики обнаружили червей в вафлях, которые подавали в столовой. Нами была проведена самая жесткая проверка. Значит, ответственный сотрудник за приемку продукции и качества в гимназии, то есть заведующий производством, вчера уже была уволена. Сегодня приступил к исполнению обязанностей новый сотрудник. Тем временем, по факту массового заболевания ульяновских суворовцев возбуждено уголовное дело. По признакам преступления предусмотрены частью первой статьи 236 УК РФ. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей. Марина Тимофеева, Геннадий Бухтаяров, репортер 73.